Низшие и высшие растения. Сегодня на уроке ты узнаешь о том, что растения делятся на высшие и низшие. Ты узнаешь признаки высших растений. Ты научишься различать высшие растения в соответствии с их характеристикой. Растения делятся на две группы, на низшие и высшие. Как ты думаешь, а по какому признаку делятся растения? Давай разберемся. Для начала вспомним, какие органы есть у растений. Ты знаешь, что у растений есть корень, плод, стебель, цветок и лист. Внутри плода растения есть семена. Растения, которые имеют органы и являются высшими растениями. У данных растений хорошо развиты органы. У них есть корень, стебель, листья, цветы и плоды. На нашей картинке пример томата. Томат – это высшее растение. К высшим растениям относятся все деревья, кустарники, цветковые и плодовые растения. Знаешь ли ты о том, что у сосны, как и у всех растений, есть органы? Есть корень, стебель, листья. Листья в виде иголок, хвоинок. Но у сосны нет цветков и нет плодов. Сосна образует семена. К высшим растениям помимо деревьев и кустарников, а также трав, относятся мхи, хвощи и папоротники. А бывают ли растения без органов? Да, такими растениями являются водоросли. У водорослей нет органов, поэтому они относятся к низшим растениям. Итак, сегодня на уроке мы узнали, что растения делятся на низшие, то есть растения, у которых нет органов, и высшие, у которых есть органы, такие как корень, стебель, листья, цветки, плоды и семена. Наш урок подошел к концу, и теперь ты знаешь, что высшие растения – это мхи, папоротники, хвощи, схвойные и цветковые растения.